Здравствуйте! Вы смотрите программу «Формула здоровья» в студии Мария Шматкова. Сейчас у вас есть уникальная возможность погрузиться в мир нейропсихологии, а точнее нетипичной нейропсихологии, потому что в нашей студии Ника Вярдо. Привет, Ника! Да, Мария, привет! Очень рада тебя видеть. Продолжаем говорить о взаимоотношениях людей, о наших чувствах, эмоциях. И сегодня мне бы хотелось поговорить о страхах. Это такая тоже объемная очень тема, но не менее интересна, потому что страхи окружают нас повсюду. Почему они появляются? Как с ними бороться? И как научиться жить все-таки без страхов? А если они есть, но оставляйте в каком-то минимальном объеме, и чтобы они никоим образом не влияли на качество нашей жизни. Давай. И ты знаешь, я предлагаю тебе расширить карту реальности. Мы сегодня поговорим не только о страхах, а поговорим о разрушающих эмоциях, которые зарождают в человеке, скажем так, неврозы, которые порождают в человеке стресс. И что случается, если этого стресса у человека очень много? Давайте примем такую концепцию, что любые эмоции – это сигнальная система. У нашей лимбической части мозга, это мозг, который нам достался от млекопитающих, нет языка, там нет слов, там нет ничего, там есть некие сигналы. И эти сигналы мы, люди, решили называть эмоциями. И каждому сигналу мы дали какое-то название. Так вот, страх есть не что иное, как сигнальная система мозга, которая оповещает нас о том, что что-то в системе, в которой мы привыкли жить, что-то с тем, что у нас привычно и комфортно, что-то изменилось. Или изменились погодные условия, или какой-то гормон сейчас выработался, и я чувствую какой-то дискомфорт. Или я перетрудился, но люди никогда не слышат эти сигналы. Они отдаются во власть эмоций, вместо того, чтобы, первое, научиться их проживать, второе, научиться с ними работать. Страх порождается определенной структурой мозга. То есть, смотри, в результате эволюции у нас есть некие адаптивные механизмы. И самый главный механизм, который заложен в любое животное существо, ну, гомо сапиенс – это тоже немножечко животное, да, это безопасность. Страх – это сигнальная система безопасности. Так вот, выживание – это первая функция, которую нам обеспечивает мозг. Хотите вы этого или не хотите. Первое, что будет делать миндалина, которая отвечает за быстрые реакции, выдавать эти самые быстрые реакции. Какие они бывают? Бей, беги, прячься, замри. И, в общем-то, там рождаются эмоции. То есть, когда страшно, нужно что-то сделать быстро, и это автоматическая реакция. И дело в том, что это хорошо. Потому что, ну, вот представь себе ситуацию, ты, ну, не ты, человек какой-то там, дотронулся до чайника, до горячего, и он же не стоит, о, горячий чайник, мне больно. Как же мне больно. Или мне приятно. Да, я сейчас, дайте, дайте. Он быстро отдергивает руку. Равно как и человек, вот когда мы эволюционно развивались, представь себе, человек шел под джунглем, какой-то листик зашуршал, и он понял, он еще не осознал, но мозг четко понял, там тигр, надо бежать. И человек совершает вот это действие. Вот за эти автоматические действия отвечает миндалина. Ты сказала про чайник, у меня автоматически в голове возникла картина, когда всем в детстве говорят, не надо, зимой, мороз. Прекрасно, да. Да, пробовать, прилипнет ли. Облизывать, да, облизывать железную трубу языком. И все пробуют. И все пробуют, это примерно с той же серии. Ну, потому что, ты понимаешь, вот относительно лингвистики, ведь лингвистические конструкции формируют наш образ мышления. Ну, это так смешно. Как только нам сказали, чего не надо делать, нам обязательно интересно это сделать. А еще нам же говорят всегда, не нужно наступать на грабли, ну, не надо, пожалуйста, будет такой эффект, мне очень приятно. А, кстати, психологические грабли? Ну, то есть, да, психологические грабли, кто-то боится на них наступить, а кто-то наступает, только понимает, и в следующий раз, ну, просто их обходит. Да. И таким образом, видимо, он опять же, ну, борется, ну, это я сейчас такую картину нарисовала, наверное, борется, да, со страхом. Смотри, как мы с тобой пообщались, и ты начинаешь метафорически прям вообще. Я же не просто так в самом начале нашей программы сказала, включайтесь, дорогие телезрители, присоединяйтесь. Будет не только весело, но действительно очень полезно. И запоминайте все за Никой, она в этом знает толком. Смотри, у тебя расширилась карта реальности, и с серьезного человека ты превратилась в очень веселого, энергичного сейчас ведущего. Ведь на самом деле, отключаясь чуть-чуть от страхов, я скажу, что юмор – это компетенция будущего. Это тот навык, юмор и самоирония – это навык, который поможет вам сохранить бюджет на психотерапевта или на психолога. Это правда, потому что, когда ты каждый раз встречаешь грабли, одни и те же причем, юмор быстро тебе поможет не травму получить, а прожить это и сделать что-то новое. Ну, еще получить от этого позитивные эмоции. Удовольствие. О, грабли, снова вы. Наконец-то мы встретились, да? Да, ну давайте. И смотри, вот когда мы смеемся, здесь нет страхов. Вот когда мы вот в таком эмоциональном состоянии, психоэмоциональном состоянии, у нас, первое, много энергии, нам легко что-то сделать, и даже если мы получим негативный опыт, мы с этим справимся. Мы не будем на нем зависать. Мы не будем от него страдать и выискивать. О, какие травмы мне когда-то нанесли родители, что я не могу это прожить. Да? А страхи сковывают. А страхи очень сильно сковывают. И смотри, что такое адаптивная реакция на страхи и на стресс. По сути дела, вот возвращаясь к тому самому тигру, эту метафору используют, конечно же, все, она такая растиражированная. Когда тигр бежит за антилопой, реакция стрессовая длится 2-3 минуты. Она либо убежала, либо нет. Все очень просто. С антилопой все очень просто. И если она убежала, она сняла этот стресс. И поскакала дальше. И дальше стоит, кушает нормально. И у нее все хорошо. Траву она кушает, развлекается, в стаде что-то делает. Она не прокручивает картины реальности. За мной бежал лев. А как он поставил лапу? А что он мне сказал? 10 лет назад это было. А я все продолжаю там жить. У нас префронтальная кора головного мозга, она очень любит размышлять над понятными явлениями. И вот понятные явления – это то, что мы прожили. Не что-то новое, а что-то мы прожили. И вот на чем мы фокусируемся, то мы начинаем вот обрабатывать, обрабатывать, обрабатывать. И по сути дела, эволюционно человеку не дали такого механизма проживать стресс годами. Его нет. И тогда в этот момент включается тело. Когда мы проживаем очень много негативных эмоций, не проживаем их, а именно в себе блокируем, мы, по сути дела, воздействуем на три системы. На психику нашу. То есть мы теряем психическую защиту. Мы не способны радоваться. Мы перестаем смеяться, вот как мы сейчас с тобой это делали. Мы перестаем улыбаться, и мы видим мир в черных красках. Второе, на что воздействуют стрессовые такие реакции, они нарушают гормональный фон. Знаешь, очень любят женщины, говорят, я не поправилась, у меня гормоны нарушились. А на самом деле она прожила очень большой стресс, упала в депрессию и не может себе в этом признаться, не знает, какие инструменты, чтобы выйти из этого. Стресс разрушает органы. А органы отвечают за все системы. Стресс разрушает мозг. Когда ты начинаешь это понимать, или человек начинает понимать, что воздействие страха, воздействие стресса, по сути дела, блокирует твою жизнь, и ты превращаешься в вегетативную некую какую-то систему, ну, просто живешь на уровне выживания, тогда начинаешь задумываться, а как можно по-другому? А что я могу сделать, чтобы эту ситуацию исправить? И как это делают люди? Автоматически. Есть очень много опытов, которые проводят нейрофизиологи на крысах, изучают влияние стресса, изучают влияние страхов, вот этих всех эмоциональных состояний. Что делают крысы? Они едят, выливают это все в агрессию, то есть пришел в магазин, там агрессивный человек начинает накричать, это не ты плохой, это ему плохо. Грызут деревяшки, а человек, он такой более изощренный человек, он агрессивно нападать в открытую не может. Есть скрытые агрессии, есть сарказм, есть какие-то эмоциональные состояния, обесценивание другого человека. А вместо погрызть деревяшки люди начинают 125 подходов к холодильникам совершать. Отсюда такое количество алкоголя потребляется людьми. Сигареты – это все способ снижения стресса. Возвращаясь к классификации Всемирной Организации Здравоохранения, что такое здоровый человек? Это психически и физически здоровый человек. Это не только когда у тебя что-то не болит и не колет, это когда у тебя психика сбалансирована, и ты способен управляться с этим. Ну и так как у нас передача, которая несет не только слово, но и дело, я предлагаю нашим зрителям попробовать одно простое упражнение. Убедить свой мозг в том, что мир, который его окружает, безопасен. Нужно встать на расстоянии 20 сантиметров от стены. Вот представьте себе стена. Вам нужно встать на расстоянии 20 сантиметров от стены, закрыть глаза, представить свою самую большую проблему, прям почувствовать этот страх и представить тебе, что вы все, не справляетесь, и вы падаете на эту стену. Долю секунды многие, ну, 100% людей, долю секунды чувствуют такую некую аритмию сердца и чувствуют вот эту реакцию миндалины. Страшно. Беги, куда ты падаешь. Но ровно в следующую мгновение человек упирается в стену и падает на стену. То есть что происходит в этот момент? Я убеждаю свой мозг в том, что я с этой проблемой, с этой задачей справлюсь. Я прям через физические, через физическое тело убеждаю в это. То есть смотри, любую проблему, на которую мы залипаем, переживаем, берем, прям закрываем глаза, становимся возле стены, выдыхаем и представляем, что она случилась, и падаем на стену. И когда мы упираемся в стену, нам нужно почувствовать, что есть поддержка. У нас есть все ресурсы, чтобы справиться с этой задачей. И ты знаешь, вот такое простое метафорическое упражнение помогает человеку убедить свою систему мозга, убедить свою миндалину в том, что да, я что, справлюсь, конечно. В чем проблема стресса? Если мы возьмем с точки зрения нейрофизиологии. Дело в том, что сигнал, который поступает как сенсорная реальность, он быстрее всего достигает таламуса и быстрее всего попадает в миндалину. В миндалине, как я уже сказала, автоматические реакции. Так вот, эта скорость достигается за счет снижения качества обработки информации. То есть мы не обрабатываем информацию честно, мы выдаем вот этот автоматизм. У человека есть структура, которая называется гиппокамп в мозге. И это та самая структура, которая помогает осваивать новое и придумывать новые решения. До тех пор, пока мы позволяем себе выдавать вот эти автоматические реакции, гиппокамп не включается. Мы не можем придумать новый вариант решения. Представляешь, то есть вот это даже обусловлено нейрофизиологически. Когда ты понимаешь, что ага, я сейчас проживаю что-то, что меня вот тревожит, мне нужно прожить эту эмоцию с тем, чтобы позволить мозгу обработать информацию и выдать нормальное решение. Самый простой способ. Досчитать до 10, подышать, резко поднять голову наверх. Это тоже способ справиться со стрессом. Поменять положение, провентилировать легкие, подышать с задержкой дыхания, чтобы насытить кровь углекислым газом. Это, кстати, очень сильно переключает мозг и отключает вот эти реакции. То есть а-а-а, углекислый газ кричит, мозг, ну-ка все туда, все туда. И все, человек успокаивается. Посмотрите, сколько инструментов. Стена, перемещение, дыхание. Медитация, к сожалению, не всем помогает, потому что люди, знаешь, садятся медитируют, такие, о, как у них решение. Я медитирую, 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 медитирую. Да-да-да-да. Ну что-то не получается, не получается, не получается. Не расслабляется, не расслабляется. Никак не намедитирую, да. Кстати, по поводу агрессии. Знаешь, как еще агрессия проявляется у людей, которые проживают стресс? Они начинают обижать слабых, обесценивать, говорить плохие слова. У детей, если вы видите, что ребенок ваш агрессивен, значит, в семье вы не очень даете ему такое безопасное пространство, чтобы он отдыхал. Ника, что будет с человеком, если он этот стресс не прожил, а просто подавил его в себе? Ну или попытался это сделать? К сожалению, я не буду говорить, какой процент, но это больше 50% населения Земли живут в депрессиях. Не осознавая этого факта, есть классическая триада депрессивных состояний, то есть классическая триада маркеров, которые говорят о том, что человек в депрессии. Ты знаешь, ко мне очень часто приходят девушки, молодые, успешные, красивые, 30-33, и когда они на сессии говорят, что они хотят покончить жизнь самоубийством, это первый признак того, вот когда у вас даже такая мысль есть, первый признак того, что человек находится в глубоком неврозе, в невротических состояниях, и он проживает в депрессивном состоянии. И здесь нельзя человеку говорить, да ты что, брось, все нормально будет, не будет. Уже и психоэмоциональное состояние, и физиологическое состояние изменилось. Что еще происходит с человеком? Он обесценивает себя, то есть он говорит, я плохой, он обесценивает и очень сильно боится, вот этот как раз страх, тех ситуаций, которые вокруг него происходят, и он очень сильно боится, у него есть тревожность за будущее. Ему кажется, что в будущем, ну, что-то прям плохое случится, обязательно случится что-то плохое. То есть человек фокусирует свое внимание, свой фокус внимания, всю психическую энергию на негатив. Ну, и самый яркий признак – это вот мысли о том, что ему не место на этой планете. Как помочь? И ты знаешь, здесь очень хороший вопрос, спасибо тебе за него большое. Здесь честная помощь – это работа с терапевтом, работа с психологом, работа со своей психической структурой, с помощью человека. Второе, если очень глубокая депрессия, это медикаментозное лечение. То есть это прям честный прием препаратов, но это уже к терапевту. И третье – это социальные контакты. Расширение социальных контактов. Мне нравится, в Подмосковье есть, как это называется, где бабушки собираются. Активное долголетие. Да, это активное долголетие – это сообщество, которое позволяет определенной группе людей чувствовать себя психически здоровыми людьми. Там не только про здоровье, там и про психическое здоровье. Потому что у нас есть инстинкт, который нам очень нужен. Мы социальные. Нам нужны люди вокруг. Но не те, которые нам по пятачку стучат, а те, которые нам дарят определенное радостное эмоциональное состояние. Помочь человеку в депрессии, если он сам находится в ней, можно через физическое тело. Любая активность физическая, но не, знаешь, ну не триатлон, не вот это, не олимпийские забеги, а именно легкая физическая активность, она особенно рано утром, там часов, допустим, в семь, ну даже если у человека не получается это сделать, то любая физическая активность, витамин D3, кстати, солнечная активность, которая попадает на сетчатку глаза, они помогают в выработке серотонина. Серотонин – это не просто гормон радости, это гормон как раз психического здоровья, это гормон баланса. Состояние желудочно-кишечного тракта позволяет выйти из депрессии. В принципе, по большому счету, и страхи, и депрессия – это все созданное деятельностью самого же человека, созданное неважно где в голове, во внешнем мире, и с этим можно и нужно работать, от этого не нужно. Самое главное, наверное, все-таки отворачиваться и действительно обращаться к специалистам. Не пытаться решить самостоятельно, не пытаться найти ответы на многочисленных форумах и сайтах, а действительно просто пойти сразу по правильному пути, о чем мы всегда говорим в нашей программе. Не занимайтесь самолечением. Для этого есть специально обученные люди, профессионалы своего дела. Они в течение многих лет и практически всей своей жизни совершенствуют эти знания для того, чтобы вам помогать. И, знаешь, очень хорошая фраза, которая сказана, я не помню кем, человеку всегда нужен человек. Мы развиваемся в контакте друг с другом, потому что если бы мы жили в стае волков, мы бы стали, наверное, маугли. А человек, он всегда способен другому человеку помочь. И работать можно только с тем, что ты осознаешь, вот когда ты принял факт того, что да, я нахожусь в состоянии депрессии, и это всего лишь навсего объект, с которым я могу поработать. Жизнь-то продолжается. И, ребята, она очень классная. И черешня в этом году дала урожай. И персики будут, и арбузы будут, и снег в январе обязательно будет. Все продолжается. Жизнь прекрасна. Вот на этой оптимистичной ноте мы завершаем нашу сегодняшнюю программу. Хватит бояться. Выходите из тени. Да, и живите радостно. И живите полноценной, радостной жизнью. И испытывайте все эмоции, как положительные, так и отрицательные. Как говорит Ника, этого не нужно бояться. Проверено на деле. Проверено, конечно. Проверено. Проверено временем. Вы смотрели программу «Формула здоровья». Берегите свое здоровье и здоровье своих близких. До свидания.